Ехала, ехала. Я домой уже, но получилось так, что я приехала к богатым бабушкам Бок-Ратон. Поэтому идем искать клад здесь. Они открылись буквально минут 5-10 назад. Было время как раз-таки от барахолки я сюда доехала за 25 минут примерно. Вот один магазин, Levis JCC, и с другой стороны, Хоспис, магазин. Пойду сначала сюда, потому что здесь цены мне очень больше нравятся, и ассортимент в принципе тоже. А потом уже туда. Это те самые бабушки, которыми я сюда постоянно, ну не постоянно, иногда езжу. Очень редко в последнее время. Давно здесь я, кстати, не была. Так что идем смотреть, что я здесь сегодня найду. Так, на барахолке я ничего не нашла сегодня. На барахолке я ничего не нашла интересного, поэтому мы приходим, пришли сюда сегодня. Так, что здесь по ценам? Белый 4, оранжевый 10.50, желтое такое, flash sale and city. Белое все за 3 доллара, white tax 3 за 10, окей, все понятно. Так, здесь что-то они все переставили, переделали. Идем смотреть. Смотрите, какой кожаный пиджак модный. Что за бренд у нас интересный? Неизвестный такой. Мужской обувь сюда они перенесли. Или это? А ее просто, наверное, никогда и не было. Так, ну что, я начинаю. Начну рыться вот отсюда. Мужские рубашки всякие разные. Тед Бейкер. Хьюго Босс. А, ну это все оранжевое. Это, видимо, все бутик-секция у них здесь. Теория. Да, это они типа бутик нашли. Но я думаю, у них 2 за 15 есть. Если что-то интересное найду, то можно, в принципе, купить. Так. Значит, 4 доллара. Если я возьму 3, тогда будет 3.30 примерно. Так, смотрим. Смотрим, ищем. Надеюсь, что здесь мне повезет. На барахолке сегодня был просто отвратительный, отстойный день. Поэтому мне должно повезти сегодня здесь. Завтра, в принципе, я еще раз на барахолку хочу поехать. Дать барахолке еще один шанс. Что за шорты интересные? Донинг. Донинг какой-то. Вот ферма называется. Донинг. Интересно. Ну-ка, дайте-ка я загуглю. За ebay, вернее. Значит, это шорты для гольфа. Выставлено 3.300. Продано 3.30. 10%. Не знаю, стоит ли мне рисковать. Продается за 20-25 долларов, в принципе. Это размер 35-й? Да, размер 35-й. Не знаю. Не буду я, наверное, их брать. Гольф. Найки шортс. 36-й размер. Или взять, я не знаю. Какие же. Нет, это же какая-то другая ферма. Это что за ферма? Что за ферма? Я вам говорила, что здесь в Бокаратоне очень много людей живут, которые играют как раз-таки в гольф. Гольф и поля для себя есть. Вот как называется ферма. Поэтому здесь можно найти много того, что люди сдают, которые играют как раз-таки в гольф. Так, это что за шорты? 38-й размер. Движемся дальше. Это у нас Томми Багама. Размер large. Как я знаю, просто знаю. Не спрашивайте, просто знаю. Это кто? О, клей. Так, это что-то интересное. 32 дегрис. Избирательная сегодня не все подряд берут. Такие шорты. Какие-то у них там большие скидки сегодня, я так понимаю. Пола шорты. Ладно. Идем. Идем вот сюда, смотрите. Брюки, джинсы. Тоже Томми Багама. Баффало. Так, это что за джинсы? Хелтло. Интересно, вот как называется фирма. Хелтло. Ну-ка, загуглю быстренько. Значит, вот эта фирма Хелтло. За 20-40 продается. Выставлено 2000, продано 200. Можно, чтобы как минимум было продано 50, тогда уже можно брать 40, ладно. Процентов. Ну, какие джинсы моднячьи. Ну, это Rock Revival. Это джинсы Rock Republic, не Rock Revival. Другая, которая, врач, я путала. Они так себе. Old Navy. Murano. С таким пятном вот здесь вот. Wrangler. Это что за подштайники такие? Мне нравится в этих магазинах, потому что здесь так уютно. Это что у нас? Виори, что ли? Которые я все хочу найти. Нет, это Вога. Вога какой-то, не Вори. Это Пи, это Принц. Мне нравится, что здесь так уютно, спокойно. Они только открылись, народу немного. Ходишь, такой кайфуешь, в общем, скажем так. Кайфуешь. В то же время ищешь барахло свое. Так, кто это у нас? Думала, что это Лэмон, но это не Лэмон. Даже в Лэмон я очень выборочен. Сейчас смотрю, смотрите, какая пижама. Виктория Сикрет, Экстралач. Хороший размер. Я думаю, что я вот эту вот возьму пижаму. 4 доллара она мне будет стоить. Такие пижамы долларов 50 больше продается, да? В магазинах. Пижаму возьмем я по ней. Правда, уже наступаю на эту пижаму. Единственное, что неудобно в этих магазинах, что они маленькие, и что здесь у них нет тачек, что я себе на руку надеваю вот эти вот вещи. Она вот... Видите, она у меня на руках, эти вешалки. И потом они, когда накапливаются, чувствуется это все. Так, продолжаем смотреть, что нам подготовили сегодня бабушки. Так, что костюм такой. А вот фирма здесь написана. Непонятно. Сейчас в бутик еще с вами пойдем. В бутики там они... То, что они считают какими-то брендами. Они считают. Это не значит, что там бренды. Так, здесь у нас женская, да? Два экстра лач. Одной рукой, конечно, неудобно все рвется. Так, мужские. Томми Багама, три экстра лач. Питер Милар, три экс. Это получается у нас 15 долларов. Либо две за семь. Я возьму одну. Если я наведу вторую, то возьму Антакет, три экстра лач. Длинный рукав. Такая будет 3 доллара. Либо это будет стоить 4 доллара, если... То есть 4 доллара, извиняюсь. Good Man Brand. Так. Good Man Brand. Это же этот дорогой мужской бренд. А ну-ка я загуглю быстренько. Good Man называется. Здесь я также нашла только что еще один Питер Милар. И вот еще один Питер Милар. И они все три экс. Если они мне обойдутся за 7 баксов, я его буду выставлять за 25-30 баксов. Так что... Так что это... Придется немножко потратиться. Видите, кто-то свою коллекцию три экстра лача истратил. Оставил здесь. Это я не буду брать на Антакет, потому что она простая. Ничего такого в ней прямо нет. Так что... Так, давайте смотрим. Значит, здесь может быть еще и Питер Милар. Три нашла я Питер Милара. Большого, хорошего размера. Так что можно его и подороже выставить. Так, это кто? Это не Питер Милар. Питер Милар хорошая фирма для гольфа. Это же Тайгер Вудс. Тайгер Вудс это тоже для гольфа. Это известный гольфер наш местный здесь. Тайгер Вудс мне будет стоить 4 бакса, либо она мне будет стоить. Смотрите, Брукс Бразер Экстра Лач. Рубашка. Она похожа на фланелевую тоже будет. Короче, будем считать, что по 3,30. У меня эти вещи, потому что я... Получается, если берешь 3 за 10, у меня будет как раз таки 3 за 10. Даже больше, чем 3. Я сейчас поеду в мужскую. Все, пройду сначала. А потом я уже женская. Все, у меня уже полная рука. Вещи. Дольче Габбана, пожалуйста. 15 долларов будет стоить. Вот эта простая, обычно я ее не буду брать. Ту я взяла, потому что фланелевая. Сейчас как раз таки на зиму. Поэтому я ее взяла. Оставила, значит, я... Вот что я имела в виду. Видите, вот вешалки у меня какие на руки. Оставила там. Фэт Фрейс. Оставила там свои вещи. Нашла еще один Питер Миллар. Точно такая же 3 экстра лач, тоже размер. Но уже за 4 доллара. Как вообще они так? Те они, значит, за 7.50 выставили. Если 2 брать, да? Одно за 15. А другой вообще по 4 доллара. Белые, которые, лейбл у них нормальный. Что здесь у нас? Здесь мне всегда нравится мужское набирать. Это же Томми Багамо, что ли? Да, Томми Багамо, видите, уже все узнаю. Так, это что за штаны такие с вышивалочкой с такой? Фирма называется вот как. Здесь фирма Винс в утратительном состоянии. Крэзи Ларри. Не знаю, кто такая Крэзи Ларри. Из брюки Гарлин Клайн. А если вы помните, какое-то время назад, я думаю, больше года назад, в соседнем магазине, который я вот через дорогу, который я пойду после, там я находила этот Лили Пулитце, абсолютно новые с атихеткой, всякие разные кардиганы. Покупала я их долларов за 25, за 30, если не дороже. И все их продала потом. Сандрай, знаете, вроде не дешевая фирма, но, блин, у меня было пару вещей от этой фирмы, и вообще она никак не продается. Так, я хочу пойти в эти уже свитера смотреть. Женские какие-то здесь есть, надеюсь. Здесь я уже рылась. Идем вот сюда. Женские здесь тряпочки всякие. Фаблетикс. Здесь есть что-то в кармане. Вот что. Жалко, что не наличные. Такое тоже бывает. Наличные не находила я, вы знаете об этом, но очень давно. Так, вот здесь свитера всякие есть. И вот там. Начнем. Ири, размер экстра, латч, абсолютно новая с этикеткой, такая стоит 65 долларов. Худи вот такой. Она мне обойдется в 3 доллара 25 центов. Обалдеть. Как вам такое? Как вам такое? Здесь тоже что-то новое с этикеткой. 40 баксов такая свитерок стоила. Такой вот шикарный свитер. Без рукавов. 4 доллара тоже будет стоить. 3-4 доллара. Даже сегодня не позавтракала. Хорошо, что я с собой взяла мешочек с мясом. С сушеным, скажем так. Beef jerky. Сейчас, пока я ехала сюда, я это съела. Пару кусочков. John Wasp USA. John Wasp USA. Я все время путаю в этом. Johnny Wasp либо John Warwatt. Made in USA. John Wasp. Такой, смотрите, как некормодный. Это что, этикетка здесь оборвана? Непонятно, что там. Чикус. Lucky Brand. Кстати, нашла мужскую вещь от Lucky Brand. Такая рубашка с очень классной вышивалкой. Брюки я нашла сегодня от Senergy. Тоже размера второго. В этом, на барахолке. Может быть, мне такой комплект взять? Что-то комплект был. Зара. Такая вот, Зарочка. Так. Идем сюда. Красота. Сейчас я здесь пороюсь и пойду в бутик. искать, ой, счастье. Если видите, посуда у них как по наборчикам продается. Сервиз. 340. Такой стоит. Что за фирма? 340. Made in England. 380. Вот это они загнули, загнули. 30-20 долларов. Вот такую прекрасную вазу с птицами. Красота. Таилочки. Так, а почему-то я здесь сумок не видела. А, потому что у них сумки в самом начале, и то они какие-то здесь ни о чемные, скажем так. Вот так вот. Такая красота. Для лукового супа, пожалуйста. Овенпруф. Почему я так пришла? Потому что здесь нарисован лук. И я сделала вот такой вот вывод, что-то для лукового супа. Представляете? Да-да. Ой, еще какая красота. England. England. Я пошла в бутик. Вот там здесь бутик. Сумки. Вот все, что у них от сумок. Раз, два, три, четыре сумки. Все, что у них здесь есть. Киплинг. Кому нужно. Так, там у них бутик. Еще сзади бутик. И здесь бутик. Так, оранжевый 10,50. А я думала, что у них оранжевые 2 за 15, что ли, есть. Наконец, спросите. Нет. Нет у них больше Wild Fox. 10,50 за вот такой вот оранжевый. Раньше было за 15, 2 за 15. Эллен Фишер. Больше такого нет. 10,50 она стоит. Поэтому мне нужно пересмотреть. Если одна будет. То есть у меня есть три и получается. Смотрите, какая вещь интересная. Одна у меня получается за 3 доллара. И три за 10,50. Нужно посчитать, сколько будет мой аверидж прайс. Стоит мне вообще брать этот Питер Миллар. Если он так дорого стоит. Еще Wild Fox. Никому не нужный. За 10,50. Новый Боуден. Такая вот курточка. Размер 14, а ее с 10. Так, что здесь у них из обуви есть? 25 такие тапки. Эти тапки тоже 25. Стив Маден. Это тоже, типа, у них обувь, секция бутик. Ничего интересного не вижу. Я в этой секции бутик. Нашла кожаную курточку от фирмы Теории за 10,50. Классно, да? Размер лач. Посмотрим, может быть, я ее себе даже оставлю. Замшевая кожаная куртка от фирмы Теории. Такая новая. Долларов 300 стоит как минимум. Класс. 66 долларов. 34 цента я истратила. Сейчас я это все заброшу к себе в машину и пойду в соседний магазин. Жара у нас. Мивность зима. Не зря я не приехала сюда. Продолжение следует...